Приветствую вас, друзья! Меня зовут Мила Брандт, я являюсь основателем онлайн-школы немецкого языка Brandschule. Сегодня мы продолжаем интересную подборку видео уроков. Я очень рада, что первое видео с простыми фразами для общения на немецком языке вам очень полюбилось. Это очень приятно и благодарю за вашу обратную связь. И по вашим просьбам я записываю вторую часть простых фраз для общения на немецком языке. Also los geht's! Вы уже знаете, как познакомиться на немецком языке. Сегодня мы немножко расширим эту тему, научимся делать комплименты, давать обратную связь своему собеседнику. Итак, первая фраза, которую мы сегодня выучим. Повторите вместе со мной. Мне очень приятно, меня очень радует познакомиться с тобой. Следующие фразы мы научимся делать несколько комплиментов и немножко порадовать нашего собеседника. Например, ты очень милый. Или если вы обращаетесь к человеку на вы, это может звучать как ты выглядишь хорошо. Или на вы, если вы обращаетесь к человеку в вежливой форме. Потренируйте вместе со мной две эти формы. Следующий вопрос, который вам могут задать. Вас могут спросить о вашем возрасте. И эта фраза будет означать Сколько тебе лет? Если обращаются на ты. Или же Сколько вам лет? И вы ответите следующим образом. Их бин. Подставите свой возраст. Например, Их бин цванцих яре альт. Давайте повторим с вами медленно. Их бин. Я есть. Цванцих. Двадцать. Яре. Годы. Альт. Стар. Дословно эта фраза означает я на столько-то лет стар. Например, на 20 лет, на 30 лет, на 40 лет стар. И давайте несколько примеров с этой фразой. Их бин фунф-унтрайсих яре альт. Мне 35 лет. Их бин фунф-унтрайсих яре альт. Кстати, кто не видел видео о числительных, об этом есть два видео на канале. Как произносятся немецкие числительные, обязательно посмотрите. Там есть целая система произнесения немецких числительных. И мы идем дальше. Если вы встречаетесь уже с вашим знакомым, вы можете отреагировать так. Давно не виделись. Давайте повторим эту фразу. И если вас будут спрашивать, например. Такой вопрос может прозвучать ваш адрес в диалоге. Давайте медленно вместе со мной. Важаем. Важаем. Махст? Делаешь? Ду? Ты и сегодня? Сегодня? И давайте вместе. Важаем. вы можете ответить следующим образом. Ich gehe heute ins kino. Ich gehe, я иду. Heute, сегодня, ins kino. Ich gehe heute ins kino. Heute должно звучать очень легко, на выдохе. Heute. Gehe, если вы увидите, немножко говоря о произношении, ха, не читаем в середине слова. Об этом есть тоже видео на канале, как правильно читать по-немецки. Итак, Ich gehe heute ins kino. Второй вариант. Ich gehe heute ins kaffee. Я иду сегодня в кафе. Ich gehe heute einkaufen. Я иду сегодня за покупками, и ведь делать покупки. Давайте медленно. Ich gehe heute einkaufen. Ich gehe heute einkaufen. Следующий вариант, который может быть ответом на этот вопрос. Ich bleibe heute zu Hause. Ich bleibe, я остаюсь, heute, сегодня, zu Hause, дома. Я остаюсь, сегодня, дома. Ich bleibe heute zu Hause. Следующая фраза. Например, вы помогаете вашим родителям, и вы можете сказать Их мус, я должен, я должна, meinen Eltern helfen. Если вы остались дома, это может быть продолжение, что вы кому-то помогаете. Например, вашим родителям. Давайте повторим. Их мус, я должен, я должна, meinen Eltern helfen. Ich muss meinen Eltern helfen. Или такой вариант. Их мус, я должен, я должна, die Hausaufgaben, домашние задания, Hausaufgaben, lernen. Или я должен, я должен, делать домашние задания. Давайте отдельно скажем эти фразы. Вы можете выбрать для себя какую-то подходящую фразу и проговорить ее несколько раз. А мы идем дальше. Следующий вопрос, который вам может понадобиться для разговора с человеком. Например, Если на ты, имеешь ли ты время сегодня, есть ли у тебя время сегодня, или же на вы. Форму В разговоре слова Zeit и Heute могут меняться местами. Это может звучать так. Hast du heute Zeit? Или Hast du Zeit heute? В зависимости от человека. И ответ будет звучать следующим образом. Я. Ich habe Zeit. Я. Ich habe Zeit. Да. У меня есть время. Я имею время. Дословно haben. Это иметь. И можете добавить когда. Например. Ich habe Zeit am Nachmittag. У меня есть время после обеда. Само выражение am Nachmittag означает после обеда. Давайте скажем полностью эту фразу. Ich habe Zeit am Nachmittag. Или же Ich habe Zeit am Abend. У меня есть время вечером. Am Abend. Вечером. Если у вас нет времени, вы можете ответить следующим образом. Ich habe keine Zeit. У меня нет сегодня времени. И как объяснение может служить такое выражение. Ich habe viel zu tun. Ich habe viel zu tun. У меня очень много дел. Viel zu tun. Это устойчивое бытовое выражение, которое означает У меня много дел. Но мы не вдаемся в подробности. Это очень универсальное такое выражение. И звучит оно следующим образом в сокращенном варианте. Ich habe viel zu tun. Ich habe viel zu tun. У меня много дел. И здесь возможны разные варианты. Вы также можете продолжить, что вы должны работать или учить домашние задания, или кому-то помочь. Или же сказать Ich habe besuch. Ich habe besuch. У меня гости. Besuch – это визит, посещение. Если к вам кто-то пришел, вы так можете сказать. Ich habe besuch heute. У меня сегодня гости. И немножко еще полезных фраз на сегодня. В следующий момент вас могут спросить таким образом. Wo treffen wir uns? Где мы встретимся? Если вам назначают встречу, этот вопрос будет звучать так. Wo treffen wir uns? Wir uns – мы встретимся. Treffen – встречать. Где мы встретимся? What treffen wir uns? И варианты ответа могут быть следующие. К примеру. Im café. Im café. Im restaurant. Например, в ресторане. Oder im park. В парке. Oder in der Stadtmitte. Или в центре города. Или in der Stadtmitte. Или am Bahnhof. На вокзале. Am Bahnhof. И полностью ответ будет звучать. Wir treffen uns. Мы встретимся. Мы встретим нас. Дословно. Treffen uns. И дальше подставить ваш вариант. Im café. Im park. Am Bahnhof. Потренируйте с тем словом, которое для вас актуально. In der Stadtmitte. В центре города. И другие ваши варианты. Если вы хотите пригласить кого-то на кофе. Как это будет звучать по-немецки? Итак. Ich möchte Sie zum kaffee einladen. Ich möchte. Я хотел бы. Я хотела бы. Sie. Вас. Кому вы будете обращаться? Zum kaffee. На кофе. Einladen. Einladen. Приглашать. Давайте скажем вместе. Медленно. Эту фразу. Ich möchte Sie zum kaffee einladen. Ich möchte Sie zum kaffee einladen. Если вы обращаетесь к человеку на ты, соответственно, мы говорим следующим образом. Ich möchte dich zum kaffee einladen. Вместо Sie мы говорим тебя. Я хотела бы пригласить тебя на кофе. Ich möchte dich zum kaffee einladen. Если у вас вдруг сегодня день рождения, и вы хотите пригласить друзей к вам на день рождения, звучит это следующим образом. Heute ist mein Geburtstag. Или Heute habe ich Geburtstag. Сегодня я имею день рождения. Или Сегодня есть мой день рождения. Давайте потренируем две фразы. Heute ist mein Geburtstag. Geburtstag. День рождения. И вторая фраза. Ich habe heute Geburtstag. Я имею. У меня есть сегодня день рождения. И пригласите друзей на немецком. Вы можете так. Их möchte Sie zum Geburtstag einladen. Их möchte Sie zum Geburtstag einladen. И давайте этот вариант на ты. Их möchte dich zum Geburtstag einladen. Я хочу, хотела бы пригласить тебя на день рождения. И последние на сегодня фразы. Они будут касаться пожеланий. Разных пожеланий, в том числе ко дню рождения. Если мы идем на день рождения и хотим пожелать всего наилучшего нашему другу, нашему знакомому, это будет звучать так. Произнесите ее самостоятельно. И давайте, раз уже тема дней рождения поднялась, немножко еще несколько пожеланий выучим на немецком. Например. Давайте свяжем эти фразы еще раз и повторим. Alles Gute zum Geburtstag. Viel Glück, viel Erfolg und Gesundheit. Много успеха, много счастья и здоровья. И еще немного пожеланий на сегодня. То же выражение «Fill Glück», например, желают не только на день рождения, но и когда хотят пожелать удачи. Например, человек сдает экзамен. Ваш друг или знакомый. И вы можете пожелать «Пусть тебе повезет». Viel Glück. Очень простая и легкая фраза. Если кто-то вдруг чихнул при вашем присутствии, вы можете пожелать «Gesunheit». В русском мы говорим «Будьте здоровы», а у немцев это выражается в одном слове «Здоровье». «Gesunheit». «Gesunheit». «Besserung». Besserung. «Besserung» — улучшение. «Хорошего улучшения». «Gute besserung» или «Schnellibesserung». Скорейшего выздоровления. И пару пожеланий таких напутствующих для ваших знакомых, для ваших собеседников. Например. «Шёнес вахненде» – «хороших выходных». «Шёнес вахненде». «Гуте райсе» – «хорошего путешествия». «Шёный урлауб» – «прекрасного вам отпуска». «Шёный урлауб». И вы уже знаете приветствия, которые мы с вами учили. Приветствия и прощания. Они есть в предыдущих видео. Вы можете их повторить и использовать в вашей повседневной жизни, если вы живёте в Германии, если вы приезжаете в Германию в гости. Друзья, я надеюсь, вам было полезно это видео и эти фразы. И я думаю, продолжим в третьей части изучать немецкий язык на простых фразах для общения в немецком языке. Пишите ваши вопросы в комментариях, если у вас остались какие-то ещё вопросы, предложения, на какую тему вы хотите простые фразы от меня услышать. И я буду очень рада быть вам полезной. До следующих видео. С вами была Мила Брандт. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео-уроки. Auf Wiedersehen! Tschüss! Субтитры сделал DimaTorzok